Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем наш третий урок, и он будет связан с одним очень интересным треугольником, а также с тригонометрией, с которой вы уже немножко познакомились и, как мне кажется, успели полюбить. Но давайте обо всем по порядку. Очень интересный и востребованный на Олимпиадах треугольник – это равнобедренный треугольник с углами 108, 36, 36. Вы знакомы с таким треугольником, и несколько задач мы с вами делали, связанных с треугольником, в котором угол А равен 108 градусов, а два другие угла Б и С по 36 градусов. Чем же интересен этот треугольник, и давайте о нем поговорим. Во-первых, какие-то задачи вспомним, которые вы, в общем-то, знаете. Будет несколько новых олимпиадных задач, ну а потом, наверное, самая главная интрига нашего разговора. Итак, наш разговор называется «О треугольнике с углами 108, 36, 36». Давайте так и назовем – 108, 36, 36. Это дивный треугольник, ну и обо всем по порядку. Итак, первая задача, с которой вы познакомились, как мне кажется, уже в седьмом классе, выглядела так. Так, треугольники А, Б, С, инцентр И, точка пересечения бисектрис, и центр описанной окружности О, зеркальный или, говоря более грамотным языком, симметричный, относительно стороны Б, С, найти углы треугольника. Ну, такая задачка, которая тоже впервые появилась как задача олимпиадная. Ну, поскольку инцентр И лежит на серединном перпендикуляре, то очевидно, что треугольник равнобедренный. Кроме того, в нашу орудицию входит, что угол В и С равен 90 плюс А на 2. Если мы соединим О и С, О и Б, то нетрудно заметить, что треугольнички 1 и 2, треугольники 3 и 4 равны по двум катетам. Ну, а значит, гипотенузы у них равны, и тогда очевидно, что равны и большие треугольнички В и С и ВОС. Но, если О – это центр описанной окружности, то окружность идет как-то вот так. И О – ее центр. Тогда, если этот уголочек А, то этот угол, как центральный, будет ровно в два раза больше. Он равен 2А. Ну, тогда оставшийся угол дополняет его до 360 градусов, и он равен 360 градусов минус 2А. Поскольку треугольники равны, то нам остается решить простенькое уравнение. 360 градусов минус 2А – это все равно, что 90 градусов плюс А на 2. 360 минус 2А равняется 90 градусов плюс А на 2. Ну, откуда несложно подсчитать, что угол А равен 108 градусов. Вот первая задача, наверняка, с которой мы столкнулись, связанная с этим треугольником. Вторая задача тоже вам знакома. Она есть и в книжечке «Миниатюры». Она тоже была впервые появилась на Олимпиадах. Выглядит она так. В равнометренном треугольнике высота, проведенная к основанию, в два раза меньше бисектриса угла при основании. Вот в наших обозначениях высота АН1, она же и бисектриса, и медиана, потому что треугольник равнобедренный, напомню. В два раза меньше бисектрисы БЛ2. То есть, если это H, то бисектриса в два раза больше. 2H. Найти углы треугольника. Ну и действительно, это наш треугольник с углами 108 градусов, 36, 36 градусов. Мы говорили, что эта задача – своеобразный гимн по лесу, потому что по теореме по лесу, раз вот эти отрезочки равны, давайте проведем H1K параллельно БЛ2. H1K параллельно БЛ2. Тогда, раз эти отрезки равны, то и равны отрезки СК и КЛ2. И КХ1 – не что иное, как средняя линия в треугольнике БЛ2С. Но тогда она в два раза меньше, чем 2H, то есть равна H. Тогда вот этот наш красный заштрихованный треугольничек является равнобедренным, потому что у него две стороны равны H. Ну, теперь сделаем некоторые обозначения. Пускай этот угол альфа, этот альфа. Тогда этот уголочек 2 альфа, потому что треугольник АВС равнобедренный. Этот угол тоже альфа, потому что прямые H1K и БЛ2 параллельны. Ну и, в общем-то, все. Если это альфа, это 2 альфа, то внешний угол H1KA равен 3 альфа. А поскольку это равнобедренный треугольник, то и это 3 альфа. И тогда из треугольника АH1С, треугольника АH1С, вот этот уголочек 3 альфа до 2 альфа равно 90, потому что этот угол 90 градусов по условию. Тогда получаем 5 альфа равно 180 градусов, откуда альфа 36 градусов. Ну, вот это наш треугольник. Извините, альфа, секундочку, что у нас получается? 5 альфа равняется 90 градусов, извините, пожалуйста. 5 альфа 90 градусов, тогда альфа 18 градусов, извините. 3 альфа до 2 альфа, это в этом треугольнике 90 градусов. Отсюда альфа 18 градусов и 2 альфа 36 градусов. Извините. Таким образом, это наш треугольник. Я хочу еще предложить несколько задач, связанных с нашим треугольником. Вот задача следующая. Она была на белорусских олимпиадах и выглядела вот как. В треугольнике АВС на стороне ВС нашлась точка Д такая, что равны вот эти отрезки. АД равно ДБ, АД равно ДБ, а также равны три другие отрезка АС, СД и АВ. АС равно СД и равно АВ. Найти углы треугольника. Ну и опять в этом случае это будет тоже наш треугольник. Давайте поговорим почему. Вот. Пускай этот уголочек будет Х. Тогда это тоже Х, потому что АВ равняется АС. Но и этот угол тоже Х, потому что треугольник АДБ равнобедренный по условию. Тогда этот угол 2Х, поскольку он внешний для этого треугольничка. Но тогда и этот угол 2Х, потому что треугольник АСД равнобедренный по условию. Остается записать простенькое равенство 2Х плюс 2Х плюс Х равно 180 градусов. Что мы сейчас и сделаем. 2Х прибавить 2Х, прибавить Х равно 180 градусов. Отсюда получается, что Х равно 36 градусов. Треугольник с углами 36, 36, 108. Следующая задача, четвертая задача, связанная с этим треугольником. Она выглядит так. В некотором равнобедренном треугольнике высота, проведенная к стороне ВС, треугольник равнобедренный, и высота, мы ее назовем ХА, равна разности радиусов описанной и вписанной окружности. Найти углы треугольника. А и В равное С. В некотором равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию, равна разности радиусов описанной и вписанной окружности. Найти углы треугольника. Ну, очевидно, что это серединный перпендикуляр, и тогда точка О, центр описанной окружности, будет лежать на этом серединном перпендикуляре. Поскольку отрезок А равен R-R, то точка О будет находиться ниже, потому что отрезочек ОА как раз равен R, равен R, а АН1 равно R-R. Но тогда, если от R отнять R-R, то этот отрезок R. Если мы возьмем инцентр, то и этот отрезок R по определению инцентра. А это первая наша задача, когда точки И и О зеркальны или симметричны относительно основания ВС. Таким образом, ее даже дальше в нашем разговоре не следует решать, потому что задача свелась к первой задаче. И, наконец, пятая задача. Пятая задача выглядит так. Существует ли треугольник, что если мы из одной из вершин проведем две чавианы, то получим шесть равнобедренных треугольников? Оказывается, такой треугольник существует. И это наш треугольник с углами 36, 36, 108. Действительно, давайте проведем вот одну чавиану и вторую чавиану таким образом, чтобы этот отрезок равен этому, а этот равнялся этому. Ну, другими словами, чтобы здесь 36 и здесь 36. Аналогично, здесь 36 и здесь 36 градусов. Тогда эти уголки по 72 градуса, как внешние. Ну и этот угол останется тоже 36 градусов, потому что 36 градусов – это третья часть угла 108 градусов. Тогда посмотрите, вот у нас три равнобедренных треугольника. Первый – левый, второй – центральный – 72, 72, 36. Третий – зеркальный первому – 36, 36 и 108. Но еще у нас есть три равнобедренных треугольника. Это треугольник САК – 72, 72, 32, 36. Это треугольник БАН – 72, 72, 36. И, наконец, это треугольник БАЦ – 36, 36, 108. Треугольник, который мы можем двумя чавианами, проведенными из одной вершины, разделить на шесть равнобедренных треугольников. Ну, казалось бы, уже немало, история может подойти к концу. Но самое интересное произойдет сейчас. На протяжении многих лет Киевский политехнический университет, создавая сильные группы, уже приняв ребят, делает контрольную работу, чтобы понять, какие ребята посильнее и кого надо взять в сильную группу, и какие ребята, может быть, во вторую, третью группу. И в проверочной работе всегда фигурирует, как один из основных вопросов – это найти без таблиц синус угла 18 градусов. Вот, оказывается, и в тригонометрии нам пригодится этот треугольник. Найти синус угла 18 градусов. Ну, вообще говоря, это нелегкая задача. Например, старшеклассники обычно ее решают вот таким приемом, зная, что косинус 36 градусов – это все равно, что синус 54 градусов. И тут еще все равно нелегкая работа, потому что 54 – это тройной угол для 18, а 36 – двойной угол для 18. Но уже она как-то будет решена. Каково же было удивление преподавателей университета, которые, когда один из учеников нашего лицея, один из выпускников, решил задачу с помощью треугольника с углами 108 градусов, 36, 36 градусов. Я такого приема тоже не знал. Давайте посмотрим и улыбнемся, как здорово было придумано. Он взял и рассмотрел треугольник ABC с углами 108 градусов, 36, 36 градусов. Равнобедренный треугольник. Мы знаем, что в этом треугольнике точки И и О симметричны друг к другу относительно прямой BC. Тогда он заявляет вот что. Это у нас маленький радиус, а поскольку CO равняется CI, как мы показали в первой задаче, а CO – это большой радиус, то и это большой радиус. А поскольку это бисектриса, то этот уголочек 18 градусов. Ну тогда, говорит Олег, синус 18 градусов – это R поделить на R для данной конструкции. Ну хорошо, а как же дальше? И тут он находит блестящий выход. Это радиус, а это симметричная точка. И это радиус. Вместе они составляют два радиуса. Но ведь есть формула Эйлера, согласно которой ОИ квадрат равняется R квадрат минус 2RR. Ну и ОИ квадрат в нашем случае – это 2R в скобочках в квадрате или 4R квадрат. Ну и тогда он записывает 4R маленькое в квадрате равняется R квадрат минус 2RR. Переносит все в левую часть и делит на R квадрат большое. Давайте сразу поделим. У нас уже есть некоторый опыт. 4R квадрат на R квадрат плюс 2, 1R сократится R на R и минус R квадрат разделить на R квадрат, сократятся и дадут единичку. Дальше он говорит, а в чем проблема? R на R я теперь обозначу за T. И T это у нас как раз и есть синус 18 градусов, потому что R делить на R – это у нас синус 18 градусов по определению. И как только я найду T, я найду и синус 18 градусов. Таким образом он решает квадратное уравнение. 4T квадрат плюс 2T минус 1 равно 0. Откуда находит корни с помощью дискриминанта? Корни будут такие – минус 1 плюс минус корень из 5 деленное на 4. Проверьте, мы не будем тратить время на технику, это достаточно легко. Понятно, что корень минус 1 минус корень из 5 деленное на 4 он зачеркивает, потому что синус 18 градусов положительный. Ну и в результате получает ответ – минус 1 плюс корень из 5, вернее загоняет корень из 5 вперед, корень из 5 минус 1 деленное на 4. Вот он, синус 18 градусов, найденный, может быть, самым удивительным образом с помощью треугольника 108 градусов, 36, 36. Ну и в заключении я хочу вам предложить, как для самостоятельной работы, попробовать с помощью такого треугольничка найти синус 18 градусов. Это тоже возможно. 72 градуса, 72 градуса и 36 градусов. 72 градуса, 72 и 36. С помощью этого треугольника тоже возможно найти синус 18 градусов. Ну вот, я буду рад, если вам это было интересно, потому что меня такой способ восхитил. Ну а сам треугольник 108 градусов, 36, 36 еще не раз нам встретится при решении различных задач. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok